Привет, друзья! С вами канал Жизнь Прекрасна. Как мы соскучились по нашим маленьким путешествиям в Карелии, Финляндию, по Ленинградской области. В какую сторону не поедешь, красота кругом, классная диска. Но определенные обстоятельства наложили пробу на наши поездки. А я уже пообещала вам рассказать и об интересном отборе в Умке. И о мистическом лесе. Да и вообще, пленок было снять видео в нескольких городах Финляндии. Увы, пока это не выполнено, граница на замке. Но, кажется, я нашла выход. У меня сохранилось очень много фотографий из наших прежних путешествий. С их помощью я смогу выполнить свои обещания. Итак, мы едем в Финляндию. Часть дороги проходит вдоль Сайминского канала. Это рукопорная река. Места здесь красивые. Кто не знает, это территория России. Но мы уже совсем недалеко от узкофинской границы. Подъезжаем. И начнем, наверное, с Умотры. И извините меня, что я слишком часто буду появляться на экране. Все-таки эти фотографии я делала для себя. Это небольшой городок, недалеко от границы. Когда мы едем в Умотру на несколько дней, то, как правило, останавливаемся в отеле Балтик. Это самый настоящий замок, построенный в 1903 году. В отеле 92 номера. Здесь однажды останавливался король Швеции. Внутри отель современный и очень удобный. В отеле великолепный спа-контресс. Его посещение уже входит в стоимость номера. В спа есть отличный бассейн, несколько банк джакузи с горячей водой и настоящая финская сауна. Здесь очень уютно и чисто. Также в стоимость номера входят ну просто шикарные замки. Ни в одном европейском отеле нас так не кормили. В нескольких минутах ходьбы от отеля главная достопримечательность Умотры – водопад. Правильнее сказать – водоскат. Умотрамковский вечером проводится шоу со светомузикой. Вообще-то у водопада дурная слава. В 19 веке сюда со всей Европы приезжали самоубийцы. Бросались со скал прямо в пучину воду. В память об этом поставим память. Единственная в мире память самоубийцам. Также рядом с отелем находится очень красивый парк. Можно даже сказать, что отель стоит в этом парке. Вход в него бесплатный. И мы всегда с удовольствием гуляем. По ухоженным дорожкам среди вековых соседей. В резюме – отель отлично. В 30 километрах от Има находится парк мистической скульптуры. Его еще называли «мистический лес». Далеко от селения парк мистической скульптуры была усадьба одного рабочего. Звали его Бион Ренки. Это был очень творческий человек. И, наверное, надо добавить, немножко странно. Начиная с 1961 года, он слепил и своя. И разместил на своем участке более 500 фигур. Умер художник в 2010 году. Но до сих пор в его усадьбу едут и едут будут, чтобы увидеть эти творения. Здесь нет высокохудожественных произведений. Но это так необычно. К сожалению, парк приходит в упадок. Своей семьи у Веи не было. И теперь некому заботиться о таком вот наследстве. И только несколько энтузиастов как-то еще поддерживали. Ход на территорию бесплатно. Но если вы желаете, можете оставить монеты. Я была здесь несколько раз. И, конечно, первое посещение доставило наиболее яркие впечатления. Но все равно, каждый раз я удивляюсь снова и снова. Первые 5-10 минут находиться здесь весело и забавно. Но вскоре начинает преследовать ощущение, что на тебя кто-то постоянно смотрит. Становится неприятно и даже страшновато. Наверное, поэтому людям с нездоровой психикой не рекомендуют посещать это место. Однажды мы попали сюда в сумерки. Скажу честно, выложу ткань. Вы пока полюбуйтесь, а я озвучу еще один нюанс. У многих скульптур настоящие человеческие зубы. Где он их брал? Какая он их брал? Какой он их брал? Вот такой мистический. Как вам прогулочка? А вот эту работу считают автопортретом Юли Ренки. Еще один небольшой переезд на един город Саванли. Мне очень нравятся небольшие финские города. Они такие уютные, чистые. А природу вокруг них... Сами видите. Саванли называют финской Венецией. Знаменит город своей древней крепостью Ола Вельмена. Ее построили шведы еще в 15 веке. Три из пяти башен сохранились до наших дней. Внутри крепость достаточно большая. Вход на территорию бесплатный. А вот чтобы попасть в музей, придется заплатить денежку. Рядом с крепостью птичье озеро. Называется так, потому что сюда слетаются тысячи птиц на гнездовании. Вот и нам показалось. Увидели лебедя. Оказалась обманка. А в парке на берегу этого озера Стоит памятник святому Ола, поставили его в 1912 году. И памятник баранам, которых раньше приносили в жертву. Кольца местная. Церковь Юки-Лемяки. Архитектор Висконти построил ее в 1847 году. Есть в Саванли не свой краеведческий музей. Город очень зеленый. Прямо на газонах растут грибы. Видели грузди, сыроежки и опята? Практически возле каждого дома клумбы с цветами. И, внимание, даже яблони растут. Вот вам и северная страна. А если нет места для клумб, то вот такой подоконник обязательно. Знаете, мне нравится приезжать в Сан-Валю. Городок вблизи озер Сайнинской водной системы. Городок такой похожий и одновременно не похожий на другие финские города. А мы снова в дорогу. Встретимся в следующем видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!